так ирина давайте вы приготовили сегодня домашнее задание поехали у нас сегодня я не приготовила домашнее задание вот спонтанно сейчас набросал 3 тема я просто я поняла как находить идею я могу поделиться просто я сейчас зашла желтую прессу у нас хорошая и а то темы черпала для идеи нашла кульминацию да надо было кульминацию вперед кульминацию я искал вперед поставить хочу рассказать правду о себе и тут я хочу могу рассказать так подождите хочу рассказать правду о себе пункты 1 2 3 4 5 я могу там хоть куда вывести могу рассказать как я болела и выздоровела так вот давайте я стала массажистом и и потом стала стеопрактом стоп 1 давайте возьмем ролик рассказать так рассказать о себе как я болела и выздоровела правильно так я не болела сильно так тогда почему я хожу кости оплату почему я хожу кости оплату почему я хожу почему так первый пункт с чего начнем а ну я скажу мне столько лет и свою жизнь я переболела разными болезнями сколько мне лет не лет дальше второе потом я расскажу про болячки свои какие за всю жизнь прошла болячки так и потом я расскажу на последствия этих болячек которые я не вижу последствия которые я не вижу и как не стало хорошо после остеопата и посетила остеопаты как мне стало хорошо как мне стало хорошо где будет кульминация вот у меня получилось четыре пункта сейчас где у нас будет кульминация а вот и рассказ о себе нет это кулина это уберу я беру тему почему я хожу кости оплату я беру тему почему я хожу к остеопату я ее сократила не рассказ о себе а тут конкретная тема которую можно раскрыть почему я хожу кости оплату с вами ролик готовим почему я хожу к остеопату вот у меня первый ролик у меня меняется жизнь меняется жизнь нет первый у вас по пунктам пошло смотрите сколько мне лет вы первое второй пункт мои болячки за всю жизнь как болячки ушли так и за и потом у вас третий пункт это идет последствия и 4 как мне стало хорошо кульминацию хорошо нет это финал правда себе нет это это вообще не к этому не относятся у вас пункте этого нет правда себе у вас пункте этого нет у вас есть первое сколько мне лет 2 болячки за всю жизнь третье последствия тогда если я поставила сколько мне лет значит какая молодец у вас будет последствия о том о чем вы не знали в итоге то есть вот с этого и можно то есть допустим вот смотрите когда я познакомилась с дедушкой юра ему 78 лет до сих пор мужик на велосипеде ездит у него онкология было так вот последствия были чего у него получается мог обла родинка на спине он и и не видел у него но причем плеча нет у него практически все плечу вырезали у него у него была родинка на плече на которую он не обращал внимание и вот потому что он не обращал внимание каким-то чудом вообще у него его заставили пройти медкомиссию потому что в санаторий надо было ехать он всегда в больнице не ходил тут его заставили и нашли рак вот из-за этой родинки то есть последствия получается того что я не ходил в больницу да допустим там лет 70 итоге у меня вылез рак и там я не ходил костя по даже вот то есть последствия того чего вы не делали вот это будет у него кульминация и он начнет тогда снимать ролик с кульминации то есть у меня обнаружили рад это последствия того что я не хотел допустим но сейчас я говорю в больнице вот он с этого начинает и потом мне сейчас 78 лет я езжу до сих пор на велосипеде я дорог хотя у меня нет плеча дальше полячки за всю жизнь у меня были я болел только допустим гриппом вот чихов поэтому не ходил в больницу дальше идет последствия последствия мы перенесли в начало но допустим потому что не ходил в больницу еще раз это подчеркнуть у меня в итоге родинка была на спине которую я не видел которую я не замечал она на спине было я как ее могу видеть так в итоге не наблюдая за собой могут получился рак и как мне стало хорошо как мне стало хорошо от того что мой врач прописал мне голодание здоровое голодание вот мне вырезали рак у меня даже пошли метастазы но в итоге благодаря тому что значит вырезали прописали голодание я восстанавливаю понятно и рин да вот то есть у вас последствия выходят на первый план вы цепляете зрители той информацию которую вы дадите самое страшное что у вас в итоге было почему вы пошли самое смешное ничего страшного и не было поэтому подождите почему вы пошли в итоге к остеопату или профилактика профилактика почему вы пришли к выводу что надо сделать последствия вы сказали у вас какие а ну я просто начала слушать свое тело и чувствую что нога вот я дело как его йогу за него смотрю нога у меня плохо стоит я вижу это я вижу чувствую что надо вот сейчас на ногу буду жаловаться однажды я ощутила что моя нога плохо меня слушается то есть я начала прислушиваться к своему телу до поняла что с моей ногой что-то не так и пошли я пошла к остеопату и потом сколько мне лет там когда я вообще занялась своим телом и дальше мои болячки вообще за всю жизнь ну вот то что вы написали вот этот пункт зацепите зрители тем что важно для начала чтобы она чтобы он сказал вау я это хочу это понятно тяжело ну ладно давайте второй просто ролик вторая тема ролика сейчас разберем полегче тема я написал объявляю войну жировым складкам это призыв к тому что делать этот антицеллюлитный массаж или еще что-нибудь призыв или вот у нас марафоны идет этот строй на красиво чтобы ко мне пришли на марафон так объявляю призыв пойму жировым складкам к бою война война а объявляя призыв к войне не объявляю войну жировым складкам все это такой призыв так первый пункт лето или у там ну погода какая то что а красота всем это хотят замуж или еще что-нибудь а после беременности пусть после родов обычно вполне полные после родов так дальше потом это самой и неудобно и неловко куда-то ходить ходить не могу в тренажерку ходить не могу ходить не могу в тренажерку тренажерку выход вот типа онлайн курс марафон 3 но это не узкая конечно можно других мамочек с детьми могу в 3 на так где у нас тут кульминация первое после родов второе ходить не могу в тренажерку третий онлайн курс марафон где будет кульминация струйные красивые нет мы сейчас с вами по пунктам видео расписали первое после родов второе ходить не могу в тренажерку 3 онлайн курс по похудению ходить не могу молодцы в тренажерку то есть первое мы говорим тут даже больше скрыто тут страхи вот прямо напишите второй пункт страхи и вы можете начать со страхов то есть девчонки если вы то есть вам неудобно не комфортно ходить в тренажерный зал понятно там много там много мужчин и так далее на тебя все обращают внимание но немножко чувствуете дискомфорт да и там допустим дома вы тоже заниматься не можете потому что там много народа вот пошли вот просто написали 3 2 пункт у вас будут страхи и вы начинаете с них а потом после родов переходите то что да мы все я тоже рожала до ассоциацию провести тоже полнела набрала столько-то килограммов я вас прекрасно понимаю что каждый после родов а хочется прийти форму тем более сейчас лето хочется чтоб муж не обращал внимание дарил цветы вот что-то в этом роде то есть плюсы что будут что у вас будет плюсов дальше и онлайн курс марафон вот у нас есть онлайн курс марафон специально такой где вы можете все у нас с вами получить понятно да второе у нас видео это первое давайте третье видео какую тему хочу сделать себе подарок это скидку какую-нибудь на стеопатию а я не могу понять вы занимаетесь остеопатией или я хочу тебе не себя тебе сделать тебе я дарю скидку тебе на курс там так поехали первое что мы скажем в этом видео ну нет денег или мало денег жадность давайте скажем так если по какой-либо причине у вас настоящий момент нет денег вот это будет более тут так нет битой по башке в общем если по какой-то причине у вас на данный момент так а здоровье ты не ладно и то есть то человека получает благодаря здоровье получается может быть ну хорошо пока напишем здоровье так третье что-то беспокоит у вас что-то беспокоит давай стресс и напряжение в теле стресс напряжение стресс ага дальше четвертое обратно нужно необходимая диагностика и без операции помощь как говорится без таблеток без операции помощь без и без и без и без хирургии экологичные 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 до помощь давайте экологичная помощь напишем лучше вот это будет правильно еще тут самый главный пункт мы пропустили ты молода а до старости далеко полечит остеопатия все он все почти что лечит это вы знаете что она все почти что лечит зритель этого не знает что лечит остеопатия перечислить всякие проблемы перечислить я поняла за что мне платить вообще деньги я же не знаю что у меня допустим вы же под первом видео допустим тоже сказали что там болячки о которых я вообще не знала вот вам пожалуйста человек же тоже сидит а тут он вдруг услышал что там если чувствуете что у вас нога затекает он такой у меня нога затекает тогда я буду много видео делать по разным проблемам просто то же самое могу у меня же инстаграм я сегодня например а спайка говорю а спайку дышать плохо вам значит ко мне на следующий вид видео нога болит значит ко мне у меня будут разные проблемы коротенькие видео молодцы это первое но давайте мы сейчас вот с этим видео закончим потому что здесь очень интересная тема на самом деле вот в этом видео и вот для youtube можно снять вообще тут на 4 минуты пять выйдет а youtube он любит длинные видео что там просмотрели вас хорошо так давайте смотрите где здесь будет кульминация помощь без таблеток личная помощь помощь экологичная помощь нет тут может быть две кульминации даже вам сейчас подскажу решение проблемы но скорее всего все таки а нет что то беспокоит третий пункт страхи решение страхов нет что то беспокоит третий пункт мы рассказ говорим что вас беспокоит дальше второй пункт будет что лечит остеопатия мы знакомим сразу дальше пойдет третьим пунктом здоровье четвертый пунктом пойдет нет денег и пятым пунктом что лечит то есть после ой что лечит говорю экологичная помощь экологичная помощь пойдет пятым пунктом еще раз это смотрите первое у вас будет что беспокоит что беспокоит второй пункт что лечит остеопатия то есть мы из первого пункта плавно перетекаем во второй а третий пунктом будет здоровье да где вы говорите что ну может быть там ваше здоровье важнее наверное приводите пример что благодаря если вы здоровы что вы в итоге получаете и четвертое нет денег то есть не нет денег вернее а то что если в данный момент по какой-то причине вы не располагаете там количеством денег да есть скидки и пятый пункт экологическая помощь да ну для меня это оказывается тяжело вот это составлять кульминацию схем да мы сейчас с вами еще вашим коротком по одному ролику пройдемся вот это вот 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 составили такой легкий список и уже понятно что я снимаю о чем я говорю и ролик уже будет понятен что я вообще хочу вот тут допустим я хочу я так понимаю продать свою так сказать ну да практику вы практику все моя цель продать все тут ясно мне стало все и понятное человеку все разжевало это все да понятно вот у вас готовых три ролика можете снимать давайте сейчас возьмем короткий ваш ролик допустим а а спай когда вы говорили о ноге о чем возьмем я вчера прямой эфир а спать сделала вышла так ничего не знает окна или все равно вышла ошибка да если мы чуть-чуть по пунктам пропишем не прописала я просто вышла мне надо было выйти и я я выполнил задание надо выйти я его выполнял но как я вышла это было не сильно важно видно для меня а нам-то наша задача же показать какое профессионал своего дела то есть я все знаю я все могу девчонки я все вам объясню и вас успокою так поехали допустим ну давайте ногу или спайки берем ну давайте спайки где я просрала как говорится тему так спайки первое что такое спайки вообще что такое и я объяснила не медицинским постаралась а бытовым способом так второе на последствия спайки то есть если их не лечить правильно ну да и какие они бывают как они растут вот увеличивается и труднее решать последствия что бывает смещение какие-то если их не лечить если не лечить если не лечить да что будет просто видите вы люди то в основном не знают последствия что у них будет родинка которая на спине себе жила 75 лет так дальше третья ну примеры примеры жизни что какие то что люди не слышат свое тело это не спайки это уже вообще это не спайки концепция давайте следующий пункт так как решает остеопатия так как решаю я например как решая я лекарств решаю проблему спайк а еще люди не верят я там сказал что люди не верят что у них есть спайки не верят потому что а это можно отнести что такое спайки не если их не лечить что будет вот вот если не то есть не верят это если их не лечить что будет примеры было бы здорово тут конечно фотографии какие-нибудь засунуть но это я сейчас сразу про ютуб а вы не умею фотографии нет нет это я сейчас говорю про youtube сразу думаю что так что не так не верят как я решаю да и это приглашаю вас все приглашаю вас обследоваться как бы прийти пройти на диагностику меня и один сеанс один сеанс то есть один сеанс бесплатный правильно нет я бесплатно не работаю приглашаю все платно и халякщиков много ага приглашаю вас пройти на диагностику так у нас есть четыре четыре пункта что такое спайки если их не лечить не будет что будет как я решаю проблему спайк приглашаю вас пройти на диагностику где будет кульминация мне даже интересно по следствии если не лечить значит нет что такое спайки молодцы вот вы сразу с кульминации начали спайки вообще где у людей зачастую но чаще всего находятся это живут это по-женски бывают спайки спайки по-женски бывают после кесарева после любого хирургического вмешательства любое хирургическое вмешательство обязательно будут спайки потому что был контакт разрезание вот этих полости и любой воспалительный процесс когда был любой то есть спайки как они сами по себе выглядят то есть это какое-то уплотненное место ну я говорю это как паутина паутинка вот как бывает на потолке вот она такие же коллагеновые волокна возникает организм борется с болезнью это когда болезнь какая то есть проблема в организме и он это хочет сохранить организм и образует спайки так если человек не будет их лечить что будет а если спайки начинают как как муху зацеплять вот орган и муха умирает же получается только двигается также орган зацепляется в этот например почка зацепилась и она плохо функционирует нет движения вот этого который нужен ритм она ухудшает движение значит функции и уменьшается этого сейчас про почку да ну про почку да так и все органы если по-женски то сбеременеть нельзя там например проблем с беременностью а также смещение если смещение таза может произойти что раз сместиться где спайки там где тянет в левой ноге там где-то тянет спаечный процесс раз сместился как я могу определить что у меня спайки это получается уплотнение такие если потрогать то это уплотнение как уплотнение не происходит вот смотрите что такое спайки и потом мы вставляем пункт еще один как мы самостоятельно можем определить на очень сложно можно только дыхание не раскрыто напишите пожалуйста как мы самостоятельно а лечить то они ведь не смогу я сейчас объясню для чего нам нужен этот пункт самостоятельно можно пройти узи но там плохо видно и и еще медицинских учреждений часто вот когда делает половина не говорят информацию даже вот у меня мама ходила вообще за спайки болезни считают это не считает как болезнь пишите если она не приносит еще вред на нее не вращать внимание только если когда вред пошел уже большой туда да будет операция вот это надо записать нам это будет второй пункт и 3 если не могли а если их не лечить это вот будет то что может быть операция да что врачи не говорят нам это во второй пункт ой в третьем и засунем сейчас объясню смотрите зачастую нас люди не любят там ходить куда-то чего-то там лечить у нас я стараюсь в интернете все набрал я сам себя полечил да вот смотрите что почему надо обязательно сказать как самостоятельно то есть я сижу дома я смотрю ваш ролик вы сказали что вы самостоятельно можете я сразу что делаю я начинаю себя прощупывать что у человека зачастую сразу происходит обязательно что он есть он есть дальше вы ему говорите два способа это что вы еще можете с одну вот прошли самостоятельно вам показалось что у вас есть что вы можете сделать вы можете пойти к врачу но можно сделать на узи сходить но зачастую вам если вы придете именно с этой проблемой что у вас есть пайки вам врач скажет конечно что у вас пайки но если вы просто придете на обследование мало кто вам скажет ребят что у вас есть пайки потому что на это не обращают внимание а это очень опасно почему значит что будет отсюда что будет вот так же вы можете друзья мои прийти ко мне как кости опату я руками сделаю вам пульсацию но у меня столько-то лет практики я проработала со спайками там 10 лет у меня там вон 50 учеников 50 людей которые у меня выздоровели благодаря моим рукам дальше вот то есть это как я решаю проблему спая и если не лечить что будет вот если не лечить что будет это я просто я знаешь что сделаю если вам вырезали аппендицит тут точно вас есть паки вот я лучше конкретно сделаю они же аппендицит у многих вырезали вот смотрите это сейчас опять на youtube если у вас вырезали аппендицит сейчас возьмите свои пальцы потрогайте себя заставьте человека действовать не просто тупо вас сидеть смотрите он уйдет и ладно отстанет меня вроде никто еще не говорил что это опасно тут такая умная мне вдруг сказала а если вы скажете вот у вас вырезали аппендицит или есть у вас шрам вот сейчас возьмите руку положите на этот шрам пощупайте себя потрогайте нашли вот это вот тогда есть у вас два варианта уточнить этот вопрос что у человека есть выбор или пойти в больницу люди любят ходить в больницу нет вы же себя продаете ирин да я не хожу в больницу вот или у вас есть пойти в больницу но вот там вот так так и так если вы конкретно придете по спайкам вам тогда скажут они скажут пойти не опасно да допустим условно говоря или не придадут этому значение это вообще не лечит или ко мне или к любому остеопату дайте человеку выбор дальше если не так не верят не говорю так и если не так как я решаю проблему спаять дальше вы говорите как я решаю проблему спать сказали дальше вы говорите вот здесь вот если их не лечить что будет это мы опускаем вниз это у нас будет вторым раз будет четвертым если не лечить пойти что будет это четвертый пункт и пятый пункт уже будет приглашаю вас пройти диагностику у меня вот вам 5 пункт ну да хорошо да и я все сделала неправильно вы сейчас все равно со мной мысленно не согласились но нет нет я согласилась я просто понимаю что я тормоз вы не тормоз нет я в том смысле поняла что мне вот этим как бы не умею ставить и мне надо будет дополнительный урок я потом у вас возьму по этим как раз вот я всем говорю пропишите схему кто-нибудь делает это если у меня нет вот этого умственного способности пока я и на тренировать вас прекрасно не стерен просто смотрите в чем дело когда вы еще прописываете у вас голове приходят но еще мысли вот знаете самое сложное мне прописать вот я никогда ничего не прописываю не это сложно делать поэтому я слушаю вас что это моя слабость пока я ее и хочу исправить мы сегодня просто большие огромные молодцы хочу лара шум сказать что я хочу продолжить с вами обучение уже по моим заявкам не по потребности вот именно а сценарий видеороликов и я чувствую что у меня там есть еще маленькие тормоза не хватает знаний подготовку сценарий может быть фиш каких-то и я думаю продолжу еще обучение с вами я буду рада и так ирина кто лучше из лучших а я думаю что мы с ларой молодцы нет кто лучше из лучших а лучше из лучших нет я сама по себе всегда хорошая я кто лучше из лучших я я всегда не сравнивать теперь уже себя с кем стараюсь не сразу я беру жизни как сказать человека хорошие качества которые мне нравится и стремлюсь а не взять полностью а ориентироваться на такие качества вот вас не у вас не понравилось на занятия а даже как вы меня и ругали иногда все это было прекрасно конечно наверное хорошие собеседник а почему же я ищу вас выбрала когда я рассматривала видео всяких там приглашение на видео обучение я выбрала от того что вы моего возраста приблизительно где-то такой что они бы не молодой человек там какой-нибудь а вот именно возраста понимающего меня как могли бы понять меня и уже какой-то опыт есть и из-за этого я тоже выбрала мне нужен был человек близкий по моему духу я выбираюсь для людей которые меня могут понять потому что у меня характер своеобразный у меня не так простой характер мне нужно чтобы он меня понимал и принимал поэтому его выбрала замечательно чудесно так ирина тогда когда вам будет надо вы мне просто ватсапе напишите хорошо да да я наверное через месяц вот чуть-чуть и потому что у меня сейчас другие дела а может быть раньше я вам напишу и мы наверное продолжим вот я хочу вот типа вот таких разборок роликов и еще там ну чтобы она может предложить предложить нам с вами урок по youtube у как работать вообще в youtube это я вам могу предложить вот этот урок я могу предложить урок по сценической речь и сценическая речь на какую тему сценическая речь говорит эмоционально то есть там мы будем с вами и с эмоциями работать и говорить чтобы у нас с вами и посыл на камеру и говорить, в общем. Мне надо больше текстовое, что говорить. О, например, начните сейчас говорить скороговорки хотя бы, Ирина. Вот просто скороговорки, выберите для себя скороговорки и начинайте их просто ходить и говорить. Вот мы с вами пели «Русалка плыла по реке Голубой», помните? Это тоже относится к сценической речи, то есть мы там с вами учились округлять слова, учились округлять предложения, а не ставить точку в конце предложения. Вот еще я хочу сказать, вот у меня это другая девушка, смотрю, тоже она выставляет. У меня вот все-таки характер мягкий, я смотрю, когда я рассказываю, у меня вот такой мягкий, текучий, да, вот идут все ролики, а у нее такие раз, 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 ритмичные, такие, ну, жестковатые там. Она сексолог, у нее жестковатый. И я понимаю, что у нас разный типаж вот видения, и мой проигрывает или выигрывает, я даже не знаю, хочу понять. Вот этот спокойный и медлительный, это… Как этого, у каждого будет свой зритель, это даже наоборот хорошо. То есть кому-то нравится вот этот темпоритм, он будет смотреть ее, а кому-то нравится ваш темпоритм, он будет смотреть вас. Поэтому здесь вы обе выигрываете, если вы работаете в одном направлении… Нет, ну, просто сейчас она у меня будет брать интервью, и она вот такая рисковатая, такая, ну, открытая, резкая. Она стратег, она умеет планы строить. А я вот такая, ага, плавающая, как сказать. Мы разные, я смотрю, да. Я смотрю ее ролики, и они такие рисковатые. А у меня такая, ах, какие вы хорошие, ну, какие приятные. Ну, там вот такой ласковый, да, получается, все равно голос, а у нее резко. Я думаю, правильно я делаю или нет. А, кстати, будет интервью даже очень интересное, скиньте мне потом посмотреть, потому что будет две полярности, а это всегда интересно смотреть. Вот не знаю, как там сложности будут с записью. Мы уже делали, когда параллельно два идет вот Инстаграм вдвоем, то запись почему-то не происходит. Мы вот делали Инстаграм, ну, на расстоянии. Мы можем с вами, Инстаграм, пожалуйста. Также, вы делали, пробовали? Нет, не пробовала. Вы можете в Инстаграме прямой эфир также со мной сделать, и также я расскажу про вас, нет проблем. Ну, если вы мне минутный ролик запишите, будет здорово. Так, и все. А, Ирин, смотрите, вы уже можете просто, мы с вами можем определить, там, допустим, три урока. Один урок по Ютубу, два урока там по сценарию. Вот и все. Можем сделать так. То есть, исходя уже от вас. Нет, какая оплата? Скажите мне, какая оплата будет? Как ей платить? Смотрите, у меня урок стоит 1 800 рублей. Тысяча стоит, но я делаю вам скидку, вы же у меня учились. Здравствуйте. Я взяла дистанционный курс у Лары Шум актерского мастерства. Мне 51 год. Я живу в Чапоксаро и являюсь остеопрактом. Для практики мне нужно снимать видео. А я поняла, что я стесняюсь камеры, не могу говорить. О чем говорить? А для рекламы всегда это нужно. Сейчас у нас продвижение идет через видео. И для того, чтобы научиться, я вот и обратилась к Ларе Шум. Простите, как вас зовут? Давайте представимся. Меня зовут Ирина. Я живу в Чапоксарах. Ирина, что было сложного, когда вы занимались у меня? Для меня было сложно это снимать видео, потому что надо было настроить камеру, видеть себя, как со стороны. Я ставила камеру на штатик, ставила зеркало напротив, чтобы видеть. Это были немножечко технические такие нюансы, которые мне пришлось изучать. Я училась смотреть в камеру, улыбаться в камеру, разговаривать. Это, конечно, сложновато. Сложно было не дрожание в голосе. Даже сейчас у меня еще есть дрожание в голосе. Какие-то нюансы своего характера видно. Более сложности. Что-то я заговорилась. Хорошо, все нормально. Так, что вам понравилось, Ирина? Во время нашего обучения мы обучались с вами два месяца, правильно? Два раза в неделю. Ирина брала пакет лайт, легкий. Поэтому мы с ней обучались два раза в неделю. Так, что вам понравилось за наше с вами общение, обучение? Мне понравилось то, что идет индивидуальная работа с тобой, дистанционно. У нас есть в городе тоже курсы актерского мастерства. Но надо ходить, и там обучают именно ходить по времени. А я в любое время, как мне удобно, мы всегда согласовывали время. Я могла и в 7 часов утра, и в 12, и в 9 часов вечера. Всегда была договоренность. Это меня очень устраивало. Мой ритм работы позволял только вот такой график смешанный. Выбирала всего два дня в неделю. И надо еще выполнить домашнее задание к этому дню. Поэтому меня все это устраивало. Были конкретные мои ошибки, разбор моих ошибок, а не работа со всеми. Со всей группой. Поэтому все это было прекрасно. А есть какой-нибудь урок, который вам прям запомнился? Наверное, вот самый бонусный урок был у Лары Шунг. Она мне подарила бонус. Манипуляции, да? Актерские манипуляции, да. Актерские манипуляции. Которые мы можем применить в жизни. Да. И там мне очень понравилась, наверное, вот Лолита. Как она там играет. Там очень хорошо подобрана для меня презентация этого урока. Как раз я хочу не только видеть и читать. И там вот именно был подбор и чтения, и видео. И это очень полезно для жизни, эти манипуляции. И я выбрала прекрасную, как это, на кого можно смотреть, это на Лолиту. Мне понравилось, что она открыта со своим зрителем, прямо на публике может снять макияж. И я это испробовала в своих видео в Инстаграм уже. Я прям открыто заявила. Вот я к вам пришла без макияжа. Все это у меня так и было. Я вот этот ролик запомнила и использовала. Уметь показать свои недостатки как достоинство. Вот. Вы молодцы. Так, ну итог нашего с вами занятия для вас. Благодаря, наверное, Ларе Шум я начала выходить в эфир. Правда, есть ошибки. Мы эти разбирались сегодня ошибкой как раз. Но главное, что я вышла в прямой эфир, заговорила, стала делать видео уроки. Прямо хожу в фитнес-зал, ставлю штатив и снимаю видео уроки. Все смотрят, а мне всё равно. И самое смешное, сейчас вот я ходила в фитнес-зал, и меня женщина говорит, а я вас знаю. Вы из практики практику ведёте? Я говорю, да. И меня уже узнают люди. Я уже кинозвезда местного пошиба, как говорится. Так что это тоже замечательно. Да. Ну и что бы вы пожелали нашим зрителям? Я хочу сказать, что у Лары Шум есть талант, который, наверное, понять человека. И вот весь курс, который я прошла, был настроен на меня. Не только схема, которая обозначена была в уроке, и там решались личные мои проблемы, проблемы женственности. А женщина должна быть женственная. И поэтому я думаю, что этот курс будет интересен многим женщинам. По мужчинам не могу сказать, потому что я всё-таки женщина. И женщина может узнать, как флиртовать, как манипулировать, как вообще разговаривать с мужчинами. И как показать себя. Как говорить с мужчиной, чтобы в твоём голосе чувствовался флирт. Спасибо большое. Я благодарна. И думаю, всем это пригодится в жизни, даже если вы не актёры и не собираетесь быть актёрами. Спасибо. Спасибо учиться актёрскому мастерству. Друзья мои, добро пожаловать ко мне на дистанционное обучение. Да. Ириночка, вам тоже огромное... Я тоже вас благодарю, потому что это были сильные для меня два месяца. Вы очень сильная женщина, такая волевая. И к вам действительно нужен такой... Ну, в принципе, я так и друг к любым отношусь, что с подходу, с любовью. Потому что действительно за несколько минут я сажусь и прописываю специальные упражнения, которые необходимы человеку. Это да, это факт. Но в моей памяти вы останетесь как очень интересный человек, который снимает очень интересные видео. Который действительно профессионал своего дела, как остеопат. Вы мне столько интересных фишек рассказали, что я даже не знала, о которых в моём теле живут. Поэтому даже дистанционно занимаясь, давая вам информацию, вы тоже давали мне информацию. За это я вам тоже очень благодарю.